Не всегда за юридическую консультацию нужно платить большие деньги. Месяц назад житель Владивостока Олег приобрел велосипед в одном из популярных магазинов города. Но вскоре после покупки начались проблемы с его трансмиссией. Придя в магазин, Олег не смог договориться с администрацией о причинах поломки и решил обратиться за консультацией в юридическую клинику одного из местных вузов, в которой студенты, будущие юристы, оказывают бесплатные консультации. Очень по-доброму подошла руководитель и консультант-юрист к моей проблеме. Привела много примеров, рассказала, какие могут быть риски, по какому мне пути идти. В общем, в принципе, не заплатив ни копейки, я увидел для себя, какие пути решения этой проблемы у меня могут быть и какие финансовые риски я несу. Например, если я подам в суд на производителя или продавца этого велосипеда. Так, в Дальневосточном федеральном университете не первый год функционирует юридическая клиника. Студенты под руководством преподавателя бесплатно консультируют граждан по правовым вопросам и помогают в оформлении документов. Цели две. Первое – это научить студентов, потому что теоретические познания, которые они приобретают на занятиях, не всегда позволяют им, если можно так выразиться, пощупать правовую материю. А здесь они получают доступ к конкретным жизненным ситуациям, к конкретным документам. Они понимают, как нормы права действуют в реальности. И вторая цель – это все-таки оказание помощи населению, потому что мы столкнулись с тем, что, к сожалению, не все юридические компании действуют профессионально и добросовестно. К нам все чаще и чаще обращаются люди, которые в разделе «Откуда узнали?» пишут, что посоветовали знакомые. Отметим, любой спорный вопрос лучше решать в правовом поле. Тем более, что сейчас, благодаря новым видам юридического сопровождения, возможности этого расширяются. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.